Убей меня, мой ассасин! Всем привет, друзья! С вами Александр Провектор и это обзор на Assassin's Creed Identification. Игра выходила на iOS еще в прошлом году и наконец-то добралась и до Android. Нужно бы радоваться, но нет, не получается. В игре я провел часа два, пытаясь найти ну хоть что-то, что заставит меня запустить ее в следующий раз. И отчасти кое-что есть. Да-да-да, кому ты пик? Одно название Assassin's Creed на Android уже приводит в восторг. По скринам игра очень напоминает первые части с ПК, но разработчики как всегда обломали и выпустили игру для коротких игровых сессий. Чтобы видимо фанаты не забывали об ассасине даже в метро. Сюжет в игре какой-никакой есть, но раскрывается по крупицам и только после прохождения очередного уровня в текстовом формате кодекса. Но могли бы сделать катсцены что ли, чтобы понимать весь этот городской шухер визуально, но нет. На выбор имеются разные классы героев, есть и прокачка, и навыки, и куча шмота. В общем с элементами RPG все нормально. Спросите главного героя, что такое паркур? Он ответит, не, не слышал. Нет, ну карабкаться по стенам и бегать по крышам конечно же можно. Но эту систему слишком упростили и превратили в однокнопочную скуку. Хоть бы кнопку прыжка добавили что ли. Боевая система, да по сути и ее нет. Можно с закрытыми глазами нажимать всего на одну кнопку атаки, ну и в качестве разнообразия применять какой-нибудь спецприем. Как интересно. А еще игра поддерживает однокнопочный геймпад. Хорошо, что оставили скрытные убийства. Маскировку по типу, смешайся с толпой или поваляйся в телеге сена. Орлиный взор и все в таком духе. Это хоть как-то может разнообразить геймплей. Короче, казуальнее этой игры, пожалуй, только Flappy Bird. Кстати, игра на движке Unity, нет не Assassin's Creed Unity, а движок Unity. Ну вы поняли. И разработчики заявляют о шикарной графике. Походу они не видели даже первый Dead Trigger, который вышел аж 4 года назад и до сих пор в плане графики смотрится просто великолепно. Но не скажу, что в Assassin's Creed плохая графика, нет. Радуют текстуры высокого разрешения. Пожалуй, остальное вытянули художники и геймдизайнеры. Впрочем, как всегда. Локации в игре довольно потрясные. Да, они закрытые, но довольно большие и на них приятно любоваться. Но городу точно не хватает живости. Такое ощущение, что попал в Zombieland. Пожалуй, будем на этой ноте заканчивать. Ах да, чуть не забыл. Игра требует постоянное подключение к интернету. В ней есть донат на всякие штуки, которые помогут скрасить и облегчить прохождение. А еще имеются платные паки дополнительных уровней. А главное, игра платная. А давайте сделаем игру платной. Это ж ассасин. А давайте и уровни платными сделаем. А еще донат врубим. Это ж ассасин. Не подумайте, что цель данного видео заколотить все 4 гвоздя в крышку гроба этой игры, чтобы не затягивать обзор, перечислил только основной. Уже молчу про оптимизацию, но в голове все равно слышу голос. Это андроид, детка. Но у меня один из топовых планшетов. Nvidia Shield Tablet. И увы. И да, я люблю серию Assassin's Creed, и я был готов к тому, что на мобильную платформу выйдет нечто подобное. Но не до такой же степени. Советовать вам эту игру к покупке? Лично я пас. Купить игру с донатом, постоянным инет-соединением и скучным однокнопочным геймплеем? Остановите, я сойду. С вами был Александр Провектор, и играйте только в лучшее. Также заходите на мой второй канал PVLetsPlay. Там я прохожу самые разные игры, и не только на андроид. Uncharted 4 уже вовсю идет, и новые видео каждый день. Всем добра и пока! Вступайте в нашу группу ВКонтакте!